Привет, YouTube! С вами Ларин, старый брусящий дед, который отстал от повседневности, живет в прошлом, декадентствует и дегродствует, а также сторчался и пиздец. Так как я раскрыл все карты, теперь вы знаете обо мне все, мне нужны только деньги, поэтому я умею только разрушать. Только разрушая, ты можешь получить какой-то профит. Созидание — это анонизм, разрушение — вот что важно. Поэтому мы сегодня смотрим и разрушаем стереотипы о креативности тиктокеров, потому что что, как ни клипы являются продуктом их креативности безмерной. Ну, не тиктокер же, собственно, смотреть. Я бы доебался здесь до цвета, что неестественно, что у него фары не горят, а платок подсвечивается, и что номера зеркальны почему-то. Он пытается так скрыть, что ли, номер. Но я не буду, потому что это клипы тиктокеров. Топ-5 клипов тиктокеров, которые отвратительны. Смотрим. Егор Шип. Егор Шип — это как Егор Крит, только для детей. Для детей женского пола. Или сейчас с полом сложно, просто для... Ну, вы поняли, я даже не буду это объяснять. Вот. Егор Шип, значит, у нас хочет быть Егором Критом, и поэтому он нюхает Диор. Давайте поподробнее ознакомимся с этим. Какие глубокие смыслы для молодого человека Егора Шип? Па. Или Шип. Или еще. Фу, это вообще странная движуха. Он приперся в какой-то женский дом. Там только женщины. И он их обозревает, как собака. Обоняет, короче. И сравнивая с платком, как и Шейка в поисках, ну, запрещенных веществ в аэропорту. Вот прям так же, только он ворвался прямо. Один. Фу, это вообще... Это мерзость, когда тебя обнюхивают. Я бы не хотел, чтобы девушка какая-то на улице подошла ко мне такая. И нюхнула мою шею. Даже если бы я чистый был, это, собственно, ну, как-то меня уже, в общем-то, заставляет нервничать. Это же какая-то реклама. Причем посредственного бренда Диор, это же масс-маркет. Это же не какие-то, ну, супер-духи, да? То есть они в Ревгоше есть. Они есть в, блядь, в Пятерочке, собственно. Везде можно купить Диор. Я не понимаю, почему Егор Шип так. Диора-озабоченный маниак. Ходит и обнюхивает женщин, типа. Пугающе. Короче, мне такие песни присылают на почту. Ну, то есть не Егор Шип мне присылает на почту, к сожалению. Так бы я тоже, может быть, и обзор сделал. Какие-то ребята, которые сидят себе в студии, пердят и генерируют песни для маленьких девочек и мальчиков. Ну, в частности, мальчиков. Короче, как это выглядит? Вам присылают файл уже готовой песни с голосом какого-то 40-летнего мужика, где он поет. Короче, вот эту вот всю шнягу пропевает, и в конце там написано, эта песня может стать вашей, типа, если вы ее купите. То есть купите с густрайтом сразу, с мелодикой, с гармониями со всеми, значит, собственно, перепой. Вот. И дай нам деньги. И Егор, видимо, в отличие от меня, согласился на это предложение невиданной щедрости и купил вот эту срань. Они танцуют, как в фейнерском лагере на... Блядь, у меня флэшбэк сразу. В Архангельской области в 98-й. В общем, мы так же танцевали. То есть стоишь вот так вот, локти прижаты, блядь, и женщину держишь как бревно, блядь. Просто вот, нет, ты еще не понимаешь, что-то, какая-то эмоция зарождается в тебе, какая-то тяга к противоположному полу, ко всем этим, значит, процессиям, ко всем этим играм. Но ты еще нихуя не понимаешь, потому что ты скованный, как Егор Шип, чуть крыть не сказал. Ну, крыть, может, тоже, не знаю. И, собственно, вот так вот держишь женщину, и это так унизительно, блядь, и для тебя, и для женщин. Ты еще нихуя не понимаешь. Женщина, типа, тоже только испытывает, ну, молодая, маленькая женщина, так можно говорить, тоже испытывает странное смущение, я так полагаю. Вот, особенно если это, он ее душить начинает полтком, это вообще, дичь какая-то. Вот, вот, вот. Двухмоторный, всепроходящий, с уникальной подвеской самокат. Лежачие полицейские, поребрики, мы вообще совершенно не страшны. Если я стартую с полного привода, это вот так вот, правильно, происходит. Сам самокатами пользуюсь уже года 3-4, наездил несколько тысяч километров по городу. Я такси летом практически не пользуюсь, потому что электросамокаты, ну, это круто, за ними будущее, я считаю. Поэтому каждый может выбрать для себя, в любой ценовой категории. Есть очень дешевые, есть очень дорогие, есть городские, есть, как вот эти, ну, типа, вездеходы, они по лесу. По лесу он ездит, типа, дай боже. Один мотор в этом колесе, один в этом. То есть, когда их включаешь вместе, происходит, ну, полное безумие какое-то. Этот самокат мне предоставил Гиро СПБ. Гиро СПБ на восстание 4. Если ты не из Питера, ты можешь заказать. Доставка работает в 65 городах России. Огромный выбор, там не только такие монстры, там и более компактные. Ну, вот это весит 32 килограмма, я думаю, что ты сам весишь примерно 28. Поэтому найдешь и под себя небольшие самокаты. Очень большой выбор. Некоторые модели, я даже не знал, что вообще существует. Если заинтересовал, ссылка в описании. А по промокоду Ларин ты получишь скидку на всю технику, которая движется с помощью электрических двигателей. Там большой выбор. Мы переходим к следующему клипу. Это мой самый любимый. Я сразу начну с козырей. Женский рэп. Я считаю, что он будет развиваться дальше и дальше, особенно после таких прецедентов. Песня, которая называется «Дочка прокурора». Это моя самая любимая. Я ее практически наизусть знаю. Обратите внимание, что одета Слипи. В общем-то, ее шмотки не будут меняться никак на протяжении всего клипа. Она в топике Nike. Ну, который тоже опять-таки в пятерочке можно купить. Собственно, в Дикси. В магазинах подвального типа. Это какое-то даже не классовое разделение. Это просто какое-то сословное уже, блядь, разделение. Дочка прокурора. Дочка. Вы отпрыск правящего класса. И она такая, типа, я отпрыск правящего класса. Я отпрыск властного человека. Я отпрыск властного типа. Я чья-то конча в прошлом. Сейчас я дочка прокурора. Вот. И я не знаю, как этому относиться. Мне сразу говорят, что ты холоп. Может, это, конечно, мои загоны собственные, да? Как известно, наркоман сторчался и пиздец, и хочет денег. Вот. Поэтому воспринимать и делать выводы вам. Но я вижу здесь некоторое ущемление не дочерей прокурора и не детей прокурора. Вообще, это песня про куколдов. Вот это первый куколд. Начинаем отсчет. Все. Отъехал. ГУЛАГ. О, это же этот фашист, который гомофоб, блядь. Я ищу куколда. Я ищу куколда. А, 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 а. Фу, мне ж поплохело. Изи бой, ты не Рой Джонс. Роллс-ройс. Какая вероятность, что такая девочка, дочка прокурора, знает, кто такой Рой Джонс? Напишите в комментариях, знаете ли вы, кто такой Рой Джонс? Великий чемпион, блядь. Так, дальше у нас Диана Астер. Диана Астер, Барби. А, Барби, это же игрушка. И почему она жрет постоянно? Почему такой акцент на поедании чего-то, что я могу купить за 150 рублей в Макдональдсе? Опять вы видите, да, какие-то стереотипы детей о взрослой жизни. Поход в ресторан. Он выглядит вот так вот именно. Мужик должен быть в смокинге, причем такой, с хвостами, с полами желательно. Пить какое-то вино из странных бокалов. Мило кокетничать, и официант привезет вам романтическую субботу маску для отбеливания ваших угрей. Ты такой глупый, что даже забавно. Я не игрушка, а Барби. Не только Егор Шип у нас сегодня из парней тиктокеров. У нас есть и Бабич. Давайте посмотрим, что он сделал. Ну это неинтересно, я смотрел, Бабич, это неинтересно, нахуя. Свежее включение. Прямо во время съемок нам прилетела новость о том, что Даня Милохин только что, 7 часов назад, именно столько у меня задержка в развитии относительно Ютуба, это еще очень быстро, выпустил клип, премьера клипа 2020. Давайте смотреть. Смотрим впервые. Радуемся за Даню. Это ботинки лыжные, что ли? Даня Милохин, продакшн. Директор. Это очень на форованно похоже. У него такое техзадание было, написать как фараон или что? Что? Это у него, да, что-то на этом? У него шрам от уха до уха, ты видела, нет? У него всегда такое было? Или для клипа сделано? Вот, как будто ему кто-то ухо пытался отрезать, похититель ушей. Так нельзя шутить, у него может реально шрам на ухе, так можно шутить? На правом ухе у него есть шрам или нет? Милохин, если ты смотришь это видео, напиши, у тебя есть шрам? С фоткой, пожалуйста. Бля, если у меня действительно есть шрам на ухе, я окажусь тем парнем, который издевается какими-то проблемными чуваками. Короче, давай дальше. А он сам может на мотоцикл сесть? А почему он только вокруг, ну, у него ходит и это... Томно, томно стоит, мечтающий о ней. Как бы, ну, экшн-то добавь, Даня. Ты что, взрослый мужик? Да, очень романтичная песенка, прямо хочется закрыть. Он моргнул, я видел, он спалился, он моргнул, это не по-настоящему все, они не по-настоящему зафризились. Твой номер из контактов телефона, мысли о тебе и разговоров незаконно. Сделать вещь, что я тебя уже давно не помню, я тебя не люблю. Фу, это вообще самая мерзкая песня. По звуку это вообще самое худшее, что я слышал, вот из-за того, что я послушал. А сейчас вообще странно звучит. Я тебя не люблю. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Можно, можно, почему нельзя-то? Входишь в реку, обтираешься с полотенцем на выходе и снова входишь. Как это нельзя? Удалить. Ань, да не толстая ты, тупая шутка была. Я хотел сказать, что... Я думал сказать, что да не толстая ты, тупая ты, но не толстая. То сердце у тебя большое, а сама ты маленькая. Как у коровы сердце, большое такое. Если ты забыл, мир не играл, Симмс. Так не говорят. Он такой, да, глубоко, блядь. И еще по поводу концовочки, да, слита, естественно, как, в общем-то, и само повествование. Худший расклад сценарного завершения работы, это когда, ой, это был сон, все, ой, мне это приснилось, ой, я задумался, это у меня была фантазия. Этим заканчивать вообще худший вариант для любого там сценариста, режиссера. Но они так делают, потому что они дети, они не понимают нихера. Это не айджизм, я не айджист, я просто хочу денег. Это был Ларин против. Вы видели топ тиктокеров, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк, колокольчик. Все, всем пока. Бонус трек, инстасамка, да, я знаю, что она не тиктокер, но мне просто как бы это вот туда же, в одну кучу, поэтому, собственно, инстасамка, плюс я в названии использую, ну, чтобы была больше конверсия там, вот. Может, голую фотку размещу на превьюхе, не знаю, типа, как пойдет. Инстасамка, World Up. Это не я, не понял. Директор. Даши. Делать беллс, даже самых малых лет. Но только кэш, это не всегда успех. Ведь успех, это когда, не знаю, как у нас и кипра. Когда, когда судьба, не знаю, как у нас и кипра, попадает кап, не бегу назад, рулетан. Я вообще нихуя не понял. Вообще ни слова. Мне нужны субтитры, но тут только немецкие, короче. Успех, это да. Ну, успех, ну, это смотря какой фаври. Это айс, айс. Успех, да. Фу, это кринжово прям. Мне как-то даже неловко стало, что... Это такое количество клишей и заблуждений, блять. Вот просто какие-то понтов, псевдо-молодежного сленга, псевдо-метафор. Делаю блат на битах. Да где же, блять? Где же? А, так это тоже реклама какого-то пойла, да, детского? Мультифрукт, хоткэт. Ну, понятно, почему такое дерьмо. Так-то инстасамка способна на большее, я считаю. Ну, то есть она реально талантливая. Только поэтому реклама, чтобы отъебаться, ну, классно сделано. Как бы, да, по цвету, очень правильно все. Вот. Но дерьмо дерьмом. А так-то она талантлива, способна сделать что-то другое. Фу, мерзость. Я понимаю, почему столько дизлайков. Прекрасно. Это некоторое внутреннее чувство отвращения к мерзкому лухари. Понтам. Людям, которые говорят, что они лучше нас. Они богаче, успешнее нас. Не всем есть место в этой игре. Только мы. Нас ограниченное количество. Я инстасамка. Собственно, я с такой позиции не согласен. Скорее наоборот. Считаю, что инстасамка, ну, просто, как бы, сопрофит, который доедает продукты жизнедеятельности других существ. Просто вот такая перерабатывающая личинка. Внешне тоже похоже немножко на кольчатого червя. Но это уже мои лукиские предпочтения, собственно. Как говорят у нас в деревне, на рота бы не дал. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте ролик, лайк, делитесь этим видео. Проходите на мой стрим и донатьте мне. Всем пока. Пока-пока.